Турецкий язык. Урок номер тридцать. Увиденное прошедшее время. Yörülen geçmiş zaman. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим увиденное прошедшее время в турецком языке. В турецком языке есть два прошедших времени. Основным отличием этих времен друг от друга является то, был ли говорящий свидетелем описываемых событий или не был. Если говорящий видел или участвовал в событиях, то используется увиденное прошедшее время. Если же он знает о событиях с чужих слов, тогда используется услышанное прошедшее время. Услышанное прошедшее время мы рассмотрим в следующем уроке, а сегодня будем смотреть про увиденное прошедшее время. Увиденное прошедшее время турецкого языка применяется для действий, которые происходили в прошлом и закончились к моменту речи. То есть то действие, о котором идет речь, закончено. Аффикс увиденного прошедшего время имеет восемь вариантов, четыре по гармонии гласных и два варианта по гармонии согласных. Если слово заканчивается на звонкую согласную, то мы используем аффиксы д, ди, ду, дю. Если же на глухую согласную, то мы используем аффиксы ты, ти, ту и тю. Если в последнем слоге слова у нас гласное а или и, используем аффикс д, ты. Если буковка э или и, то ди, ти. Если буковка о или у, используем аффикс д, ту. И если буковка э или ю, используем аффикс д, ты. Например, глагол алмак. Брать. Корень у нас здесь ал, буковка а, и кончается на звонкую согласную. Используем аффикс д, получаем алды. Взял. Глагол ябмак делать. Корень у нас здесь яб. Здесь есть буковка а, и заканчивается на глухую согласную п. Значит, добавляем аффикс ты, и получаем ябты. Сделал. Или гезмек. Гулять. Корень гез. Буковка э и буковка з. Звонкая, получаем гезди. Прогулялся. Гитмек. Уходить. Корень гит. Заканчивается на глухую согласную т, и у нас буковка гласная и. Добавляем, значит, аффикс ты, и получаем ябты. Ушел. Глагол булмак. Находить. Корень бул. Здесь буковка гласная у, а согласная звонкая ле, и получаем булду. Нашел. Следующий глагол сусмак. Здесь у нас буковка у и глухая согласная се. Корень у нас сус. Сусмак переводится как замолчать. Замолчать. Сус ту. Замолчал. Глагол гермек. Видеть. Корень у нас гер. Буковка э и буковка ре. Звонкая. Получаем герды. Увидел. Или видел. Глагол кюсмек. Обижаться. Корень глагола кюс. Здесь у нас буковка у гласная. И заканчивается на глухую согласную се. И получаем кюстю. Обиделся. Здесь ничего нового. Все как всегда. По закону гармонии гласных и согласных добавляем аффиксы. Отрицательная форма увиденного прошедшего времени образуется при помощи аффиксов ма и ме, которые присоединяются к основе глагола. Как и во всех остальных временах. Например, глагол корк мак боятся. Мы к корню корк должны добавить ма или ме. По гармонии гласных добавляем ма. И после отрицательной частицы мы добавляем глагольный аффикс увиденного прошедшего времени ды и получаем корк мады. Не испугался. Или глагол сейрет мек. Наблюдать. Смотреть. Корню глагола сейрет добавляем отрицательную частицу ме и аффикс прошедшего времени ды и получаем сейрет ме ды. Не наблюдал. Не посмотрел. В отрицательной форме, так как у нас всегда будут отрицательные частицы ма и ме, то здесь можно использовать аффикс увиденного прошедшего времени только в двух вариантах ды и ды. То есть там, где ма всегда будет ды, там, где ме всегда будет ды. Других вариантов у нас не будет. Теперь давайте посмотрим, как глаголом в увиденном прошедшем времени добавляем личные аффиксы. Вообще, увиденное прошедшее время является временем исключения из всех основных времен в турецком языке, потому что во всех других временах мы добавляем обычные личные аффиксы. То здесь у нас личные аффиксы меняются, они принимают немножко другую форму и нужно их запомнить или выучить наизусть. Здесь у нас личные аффиксы такие. В первом лице у нас просто аффикс ме. Во втором лице единственного числа не. В третьем лице единственного числа у нас никакого аффикса нету. В первом лице множественного числа у нас аффикс ке. Во втором лице множественного числа у нас аффикс имеет четыре варианта ныз, низ, нуз и нюз. И в третьем лице множественного числа у нас аффикс обычного множественного числа, lar и ler. Можно просто выучить. Можно еще запомнить так. Так как у нас аффикс, увиденное прошедшего времени, заканчивается на гласную букву, да? У нас d, d, to, то есть все эти аффиксы заканчиваются на гласную букву. И это их выделяет от всех других аффиксов времен. Потому что все другие аффиксы у нас, например, в настоящее время было your, заканчивалось на согласную. Или аффикс широкого времени, r, r, тоже заканчивается на согласную. Аффикс будущего времени, ajak, ajak, заканчивается на согласную. То есть здесь у нас аффикс заканчивается на гласную букву. То есть это его отличает, да? d, d, они заканчиваются на гласную. И в связи с этим в личных аффиксах нету тоже буковки гласной. Сразу начинаются они с согласных. Как бы на самом деле они похожи на обычные личные аффиксы. То есть у нас там, например, для первого лица единственного числа было им, ум, им, им. То здесь у нас просто буковка ме. Во втором лице у нас было сын, син. То здесь сы мы убираем. Получается, остается буковка не. В третьем лице у нас не было аффикса. В первом лице множественного числа. Вот здесь только идет изменение. У нас везде было из, из, уз, уз. Здесь у нас буковка ке остается. Там, где второе лицо множественного числа у нас было везде сыны, сини, сунус, сунюс. То здесь у нас опять, так же, как и во втором лице единственного числа, убираем сы и остается только ныз, низ, нуз, нюс. Ну, а в третьем лице множественного числа у нас так, как везде лар, ляр. Как вы будете это запоминать, это уже сами для себя решите. Или просто наизусть, или вот такой логикой. Теперь посмотрим, как личные аффиксы добавляются к глаголам в увиденном прошедшем времени. Возьмем глагол алмак, брать, или взять. Бен алдым, я взял. Добавляем личный аффикс первого лица единственного числа. Сен алдым, ты взял. О алды, он взял. Биз алдык, мы взяли. Сиз алдыныс, вы взяли. Он наш, алдылар, они взяли. Точно так же, как и в других во всех временах. Мы добавляем к корню глагола аффикс увиденного прошедшего времени и потом личный аффикс. И возьмем глагол гельмейк, приходить. Попробуем его в отрицательной форме просклонять. Бен гельмедим, я не пришел. Сен гельмедин, ты не пришел. О гельмеди, он не пришел. Биз гельмедик, мы не пришли. Сиз гельмединис, вы не пришли. Он наш, гельмедилис, они не пришли. Теперь посмотрим, как у нас образуется вопросительная форма. А она у нас образуется при помощи вопросительной частицы мы, ми, му и мю. И здесь в образовании вопросительной формы у нас тоже есть отличие от всех других времен. Давайте посмотрим на примере глагола бакмак. В настоящем времени мы задаем вопрос. Бакьор му юм в широком времени. Бакар му юм в будущем времени. Бакаджак му юм. И еще из тех времен, которые мы уже изучили, у нас есть настоящее официальное время. И мы там говорим бакмакта му юм. Во всех этих вариантах, что мы делали? Мы добавляли к корню глагола аффикс времени. Какое оно у нас? Настоящее значит и ер. Широкое там арш. В будущем аджак. И в настоящем официальном макта. Потом мы пропускали место. И дальше уже писали вопросительную частицу. И к ней добавляли личный аффикс. Это везде было одинаково. То в увиденном прошедшем времени мы делаем немножко по-другому. Для глагола бакмак правильно будет спросить бакты мы. То есть в этом случае мы личный аффикс добавляем не после вопросительной частицы, а после аффикса времени. И вот это надо запомнить. Потому что только в этом времени мы делаем вот так. Чтобы закрепить, давайте посмотрим на примере глагола гетирмек, приносить. Для первого лица единственного числа. Бен гетирдимми я принес. Сен гетирдимми ты принес. О гетирдимми он принес. И для отрицательной вопросительной формы мы просто ставим между корнем глагола и аффиксом увиденного прошедшего времени отрицательную частицу маме. И получаем. Биз гетирмедикми мы не принесли. Сиз гетирмеденизми вы не принесли. Он нар гетирмедилерми они не принесли. И вот здесь нужно запомнить, что вопросительная форма в увиденном прошедшем времени образовывается немножко по-другому, в отличие от всех других времен. Теперь, чтобы закрепить, посмотрим просто на некоторых примерах, как мы вообще используем увиденное прошедшее время. Мы можем его использовать обычно в нашей повседневной жизни, когда мы рассказываем про действия, которые уже завершились и были в прошлом. Например, Сегодня утром мы хорошо позавтракали. Дословно переводить на русский, если будет «Мы сделали хороший завтрак». Но правильно переводить «Мы хорошо позавтракали». Следующий пример Вчера вечером Я читал книгу Следующий пример Он рассказал нам один смешной анекдот Следующий пример Вы вчера не позвонили мне Следующий пример Почему ты не сказал мне И последний пример Также увиденное прошедшее время используется тогда, когда мы говорим о каких-нибудь исторических фактах, несмотря на то, что мы не присутствовали, когда эти действия были произведены. Но это факты, о которых знают все. Это известные факты. И поэтому в таких случаях тоже используют увиденное прошедшее время. Например, Османское государство было основано в 1299 году. Несмотря на то, что мы не присутствовали, когда оно было основано, это факт, который все знают, исторический факт, и поэтому здесь используется увиденное прошедшее время. Или следующий пример Гагарин стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Или еще один пример То есть это тоже факты, о которых все знают, известный факт. И поэтому здесь можно использовать увиденное прошедшее время. Также увиденное прошедшее время используется в литературе, когда мы читаем любую литературу. В принципе, могут быть романы, могут быть сказки, могут быть какие-то документальные факты, научные факты. Почему здесь используются? Потому что человек, который непосредственно об этом пишет, он и является свидетелем всего происходящего о том, чем он пишет. И поэтому здесь тоже используется увиденное прошедшее время. Давайте прочитаем такую сокращенную сказку «Гадкий утенок» на турецком языке. Переводится как «Чиркин эрдекиаврусу». Эрдекиаврулары юмурталарын дан чикмая баштадылар. Он дословно переводится как «Дети утки», «Утята» юмурталарын дан из своих яиц чикмая баштадылар. Начали выходить, но по-русски начали вылупляться. Чатлады – это треснула. Треснула – самое большое и самое последнее яйцо. Диерлерлеринден дага гри ве фаркли олан, эрдекиаврусу нун кучук кафасы горюнды. Кучук кафасы горюнды. Вигленула – маленькая голова, кучук кафасы. Чья – эрдекиаврусу нун, утонка, какова. Диерлеринден дага гри ве фаркли олан, который отличался других, чем что он был с серым и отличным другим. Диерлеринден дага гри ве фаркли другим. Мама утка сказала деды умарым дейшир. Надеюсь, он поменяется. Ну, то есть, надеюсь, потом он тоже станет таким, как и все остальные утята. Заман илерлер, ама эрдекиаврусу нун реньги халя гри. Заман илерлер – время проходит, ама эрдекиаврусу нун реньги, но цвет утенка халя гри остается таким же серым. Кюмесинин бютюн хайванлары онун ла алай едиорлар. Она чиркин эрдекиаврусу дие сесленьёрлар. Все животные бютюн хайванлары кюмесин, место где он находится, онун ла алай едиорлар. Издеваются над ним, она ему чиркин эрдекиаврусу дие сесленьёрлар. И зовут его, называют его гадким утёнком. Заваллы явру узакларагитме карар верды. Карар вермек – это значит «решать», карар верды решила. Бедненький утёнок, заваллы явру, бедненький утёнок решил уйти далеко, ну уйти от них, от всех подальше. И потом сделал передышку, сделал привал. Бирянда очлык, бирянда корку. С одной стороны голод очлык, с другой стороны страх. Уйкуядалды – уснул. Уйкуядалмак – это значит «входить в сон» или «засыпать». Эртеси собах су сеслериле гёзлерине очты. Эртеси собах на следующее утро су сеслериле со звуками воды гёзлерине очты открыл свои глаза. Бирден бир тюфексеси или Иркильды. Иркильды – это значит «испугался». От чего он испугался? От тюфексеси – звука оружия или ружья. И бирден внезапно. Он испугался от внезапного звука ружья. Хич заман кайбетмеден орадан узаклашты. Хич заман кайбетмеден – не теряя времени, орадан оттуда узаклашты. Удалился. Узаклашмак – удаляться. Кендин бир чифтликтебулду. И нашел себя в какой-то ферме. Ну, видать, оттуда удалился, побежал от звука ружья и увидел, что он находится на какой-то ферме. Чифтлин сайби яшты кадын ону до юрду. До юрмак – это значит «накормить». Чифтлин сайби – это владелец этой фермы. Яшты кадын – старая или пожилая женщина. Ону до юрду. Накормила его. Отещин янэнда уйма сына изинверды. Изинвермек – разрешать. И разрешила ему. Поспать возле костра или не обязательно костер. Отещ возле огня. Имеется ввиду возле какого-нибудь теплого места, возле печки, возле камина, неважно. Факат явру эрдек бир гёль була бельме умудуйла о раданда узаклашты. Удалился с того места оттуда. Деваметмек – продолжать. Днями для того, чтобы найти озеро. Ну, в каком-то случайном направлении продолжал свой путь. И наконец-то он добрался. Улашты добрался. Бир гёль кысына – до какого-то берега озера. Или правильно – до берега какого-то озера. Орда ящамай деваметти. И продолжил там жить. На берегу, возле берега этого озера. Ильк бахарда бир куусюрюсю гёлюнь кысына юва япмая гельды. Ильк бахарда весной бир куусюрюсю – это значит «одна лебединая стая». Гёлюнь кысына юва япмая гельды. Они прилетели. Юва япмая – значит «делать дом». Ну, то есть они прилетели, чтобы там построить себе жилище. Чиркин ёрдек яврусу и латаны шмак и чинь як тлаштылар. Для того, чтобы с гадким, некрасивым или гадким утёнком познакомиться, они к нему приблизились. Як тлашмак – приближаться. Як тлаштылар – приблизились. Но утёнок считал себя очень некрасивым для того, чтобы познакомиться с такими красивыми птицами. Но случайно он увидел в отражении воды совсем другую, противоположную картину, противоположную к тому, что он был некрасивый. О да не! Да что ж это такое? Кэндисыны гюзель бир кууя донюш-мюш о луну фаркетты. Он обнаружил, что он превратился в очень красивого лебедя. Куу сюрюсуне катылды ве эмюрбою мутлолду. И он тоже присоединился катылды к стае лебедей куу сюрюсуне и ве эмюрбою всю жизнь мутлолду был счастлив. Получилось немножко длинно. Надеюсь, не совсем запутанно, потому что я в переводе всегда пытался брать именно кусочки фраз и сразу же их переводить. Надеюсь, что это было полезно для вас. Сегодняшний урок закончен. Подписывайтесь на мой канал для того, чтобы смотреть все самые свежие видео. Спасибо за внимание. До скорых встреч.